Школьные годы чудесные. Последний звонок сегодня прозвенел для выпускников школ города и округа. Наступает экзаменационное время для будущих абитурентов. Кто может рассчитывать на целевое направление для поступления в вузы страны от региона и что для этого нужно? Обмен опытом и планы на будущее. В Наринмаре состоялся круглый стол, на котором обсудили основные перспективы развития ТОСовского движения в Ненинском округе. С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня во всех школах города, а также поселка Искателей, Омской школе и села Нижняя Пёша прошли торжественные линейки, посвященные празднику последнего звонка для учеников 9-х и 11-х классов. С окончанием школы ребят сегодня поздравили учителя, родители, представители органов власти региона. Для этих ребят совсем скоро прозвенит последний звонок – сигнал, ознаменующий начало нового этапа в жизни – взрослой жизни. А пока все они полны надежд и планов на будущее. Я планирую дальше пойти в 10-й и 11-й и думать о том, что я хочу в будущем, куда поступать, где жить и так далее. Школа – очень важный этап в жизни человека, и каждый помнит вообще все свои школьные будни. Также у меня были веселые моменты и грустные ситуации. И да, я это запомню, как и все. Для выпускницы 9-го класса Анастасии Успаских прощание со школой не символическое, а самое настоящее. Свой выбор будущего она сделала в пользу получения среднеспециального образования. Однако школа в ее сердце останется навсегда. Я хочу поступить в какой-нибудь колледж и дальше обучаться по той специальности, которую я выбрала. Я больше всего буду вспоминать наших учителей и своих одноклассников, новые знакомства и обучение в этой школе. Но сложнее всего в этот день классным руководителям и родителям повзрослевших вчерашних малышей. Слезы на таких мероприятиях самые искренние. Это всегда, естественно, очень волнительно, трепетно. За ним переживаешь, потому что привязываешься к ним как к своим, к родным. И поэтому очень всегда хочется, чтобы у них все получилось в дальнейшем в жизни, чтобы они успешно сдали экзамены, поступили в нужный вуз. И, в общем, чтобы все у них в жизни сложилось. В этом году в школе поселка Искатели всего один выпускной 11 класс. Это будущие нефтяники. Переполняю чувство гордости за своего сына, вообще за наш 11-й Роснефть-класс. Молодцы ребята, хорошо закончили обучение. Теперь ждем от них удачной сдачи выпускных экзаменов. Спасибо учителям, всему коллективу школы, который приложил немалые усилия, чтобы воспитать таких ребят. Выпускников Искательской школы с праздником поздравил глава региона Александр Цибульский, отметив, что последний школьный звонок – это первый шаг во взрослую жизнь. Сегодня у нас последний звонок взглянет во всех школах нашего округа, во всей стране. Но действительно, мы с коллегами приняли решение приехать и поздравить именно вас, выпускников Искательской школы, потому что, с одной стороны, это одна из самых больших наших школ, у другой страны поселок Искательской школы, который когда-то был в авангарде развития нашего округа, сегодня, наверное, уже нуждается в нашем особом внимании. Я вам очень желаю в этом мире состояться, я очень желаю, чтобы за этими изменениями вы успевали, я очень желаю, чтобы именно благодаря вам настало время, когда будут говорить, что эти ребята рода Мастерин Мара – это тот город, в котором нам всем хотелось бы жить. И это все в ваших руках, и я уверен, что многие из вас себя проявят и обязательно прославят и свою семью, и себя, и наш опыт, и наш город. В общей сложности в округе с общеобразовательной школой прощаются 274 выпускника 11-х классов, а с основной школой более 659-ти классников. Самая массовая линейка прошла в 4-й школе. Там последний звонок прозвенел для 167 детей, а в школе поселка Искателей – для 96-ти. Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Уже завтра в регионе начнется пора итоговой аттестации. 9-е классы будут сдавать ГЕ по английскому языку в пятницу и субботу. Как сообщает профильный департамент, в этом году самыми популярными предметами по выбору стали информатика, биология, общество знания и география. С понедельника горячая экзаменационная пора наступит и для 11-ти классников. В это время многим предстоит определиться с вузом, в который будут поступать выпускники. Вариантов получения образования несколько, а один из них целевой, то есть сформированный под конкретную, востребованную в регионе профессию. О его преимуществах расскажет Наталья Кислякова. Ксения Меринова уже определилась с профессией вузом. Девушка хочет поступить в Всероссийский государственный университет Санкт-Петербурга и связать свою жизнь с юристуденцией. Для меня эта профессия близка, и я хочу помогать людям, которые попали в какие-то ситуации, не из-за своих проблем, а из-за того, что их, например, подставили или еще как-то. Если Ксения еще не решила, возвращаться в округ после обучения или нет, то Антон Чупров уверен в этом точно. Выпускник уже определился с профессией – психолог. Конкретно с городом и университетом я еще не определился. Я хочу посмотреть по тому, как я сдам экзамены, но специальность – я хочу поступить на психологию. Отправиться на обучение выпускники могут по целевому направлению. Это стало возможным благодаря федеральному финансированию. К слову, на сегодняшний день определенной квоты по количеству абитуриентов, поступающих в медицинские вузы, нет. Поступление идет по результатам ЕГЭ. На регионы квоты для поступления в медицинские вузы не определяются. То есть у нас дети приходят в органы исполнительной власти либо самостоятельно, либо посредством электронной почты направляют нам пакет документов. Пакеты документов мы принимаем до 10 июня. После пакета документов завершаем эту работу. И по окончании этой работы проверяем наполняемость этих пакетов, приглашаем детей на заключение договоров. И дети едут поступать в медицинские вузы по результатам государственных экзаменов. Причем абитуриент, поступающим в медицинские вузы от Департамента здравоохранения, предоставляются мерой социальной поддержки. Туда входит стипендия, оплата съемного жилья и проезда к месту учебы раз в два года, а также к месту практики. Абитуриентам, которые поступают на целевые места от Департамента образования, предусмотрена также и мера соцподдержки в виде стипендии и оплаты билетов к месту учебы раз в два года. Студент, который обучается на целевом месте, он обязан будет вернуться к своему работодателю, в данном случае в округе, и проработать здесь не менее трех лет. Если по каким-то причинам он не возвращается, передумал, бросил учиться, еще какие-то другие жизненные обстоятельства, он должен будет выплатить штраф в УЗУ в размере тех средств, которые были затрачены на его обучение. То же самое касается и работодателя. Если студент возвращается, а ему работодатель не предоставляет места работы, то тогда вот этот штраф выплачивает непосредственно работодатель. Добавлю, Департамент образования сформировал общую потребность и выступает заказчиком четырех целевых мест, три из которых – это сфера образования, одно – сфера культуры. Пакет документов на целевые места принимается до 15 июля. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Ненинском округе разработан механизм предоставления дополнительных мер поддержки студентам и ординаторам, получающих медицинское образование. Соответствующие поправки в региональный закон о здравоохранении были внесены в конце прошлого года по инициативе Александра Цибульского. Механизм выделения средств на эти меры социальной поддержки утвердили накануне. Речь идет о стипендии, о компенсации аренды жилья за пределами округа, об оплате стоимости проезда к месту учебы обратно, а также к месту практики для студентов и ординаторов, обучающихся в медицинских вузах по целевому направлению от округа и по договорам о целевой подготовке с медицинскими организациями региона. Так студенты и ординаторы, обучающиеся на «отлично» будут получать ежемесячную стипендию в размере 5000 рублей. Тем, кто учится на «хорошо» и «отлично» и «хорошо», полагается стипендия в 3000 рублей. Кроме того, студентам-целевикам компенсируют аренду жилья за пределами региона, но не более 10 тысяч рублей. И проезд к месту учебы обратно раз в два года, а также ежегодно к месту организации производственной практики обратно, но не более 20 тысяч рублей. Заявление нужно подать в отделение социальной защиты населения в любой период учебного семестра, следующего за отчетным. И хотелось бы отметить, что стипендия по итогам обучения за первый семестр учебного 2018-2019 года перечисляется за период февраль-июль при подаче заявления до 31 июля включительно 2019 года. Новыми мерами поддержки смогут воспользоваться как студенты, которые только начнут обучение в медицинских высших учебных заведениях по договорам целевой подготовки, так и студенты и ординаторы, уже обучающиеся в вузах по целевому направлению от Ненецкого округа. Глава региона Александр Цибульский провел очередной личный прием граждан. Как сообщили в аппарате окружной администрации, в ходе приема жители окружной столицы обратились к губернатору с вопросами, касающимися в основном развития транспортной инфраструктуры окружной столицы и благоустройства Нарьинмара. Традиционно в ходе встречи губернатора с жителями округа рассматривались и вопросы улучшения качества жилищных условий. Один из горожан внес предложение по установке в Нарьинмаре утепленных автобусных павильонов. Другой житель округа, член общественного совета при департаменте строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненецкого округа Алексей Брашкин предложил главе региона целый ряд инициатив, которые поддержали почти 400 горожан. Проекты касаются развития дорожной инфраструктуры Нарьинмара и поселка искателей. Александр Цибульский отметил, что все предложения, поступившие от Алексея Брашкина, заслуживают не просто внимания, но и внесение их в дорожные карты НАСПроектов, так как программные документы должны формироваться именно на запросах людей. Глава региона подчеркнул важность учета мнений представителей таких институтов гражданского общества, как общественные советы при органах власти при формировании госпрограмм. Тосом Ненецкого округа необходимо переходить на проектную систему работы. С таким предложением в ходе круглого стола территориальное общественное самоуправление ТОС территория открытого сотрудничества обратились к коллегам представителей общественной палаты Ненецкого округа. Совместное мероприятие общественников и ресурсного центра НКО Ненецкого округа в рамках проекта ТОС и Арктики собрал более 10 представителей территориального общественного самоуправления. Первый ТОС на Нарьинмаре «Старый аэропорт» был создан в ноябре 2011 года. Самый молодой ТОС, которому только один год, октябрьский. Всего в окружной столице созданы и работают 11 территориальных общественных самоуправлений и три в населенных пунктах – Шойне, Варанде и Хангуреи. Хорошо, что это в городе развивается. Но нам бы очень хотелось, чтобы ТОСовское движение развивалось не только в городе, но и в сельских муниципальных образованиях. К сожалению, когда мы сейчас запрашиваем информацию в сельских муниципальных образованиях, вот такой системной работы по поддержке ТОС, системной административной работы в Заполярном районе пока нет. Между тем, ТОСы могут заниматься благоустройством своего двора, детских игровых площадок, тротуаров, организаций праздников. Деньги на эти цели инициативные граждане могут получать из бюджета всех уровней, муниципального, окружного и федерального, выигрывая гранты. Чтобы проводимые мероприятия имели неразовый характер, председатель общественной палаты Ненецкого округа Мария Крупенькина предложила перейти ТОСом в своей работе на проектный подход планирования. Что это даёт? Это нам даёт долгосрочное, конструктивное планирование и реализация своих проектов. То есть сейчас мы задумали провести праздник, а что после НИПО? Или сейчас мы задумали, что здесь, значит, облагородной территории, а что после этого? И мне кажется, что если это будет какой-то проектный подход, вот когда я в конкурсе грантов, да, и субсидии, наверное, уже будет такое более чёткое понимание, к чему мы идём и в какое развитие получит этот проект, и что вы должны получать территории. По итогам прошедшей встречи будет подготовлена резолюция, в которую каждый ТОС внесёт свои предложения по дальнейшему развитию движения в регионе. В период летней навигации Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого округа снизил процентную ставку микрозайма «Бизнес-оборот» до 7,75%. До этого ставка была 9%. Добавлю, что заём по программе «Бизнес-оборот» является одним из востребованных видов микрозаймов. Его денежные средства могут быть направлены на пополнение оборотных средств, в том числе для приобретения сырья и полуфабрикатов для производства, пополнение материально-производственных запасов, запасных частей и материалов для ремонта техники, оборудования и транспортных средств, используемых в производственном процессе. В преддверии навигации, понимая, что большая часть товара, груза завозится к нам округ именно водным путём, мы решили сделать подарок для наших предпринимателей, снизив процентную ставку по программе «Бизнес-оборот» с 9% до уровня ключевой ставки Банка России. На сегодняшний день ключевая ставка составляет 7,75% годовых. Всех предпринимателей и юридических лиц мы приглашаем воспользоваться предложением, обратившись к нам за микрозаймом в фонд поддержки предпринимательства. Как отметила директор фонда Ольга Сухих, пониженная ставка будет действовать до 15 августа текущего года. За подробной консультацией можно обратиться по адресу улица Ненецкая, дом 3, или позвонив по телефону 2-14-46. В текущем году в Ненецком округе начнётся внедрение интеллектуальной транспортной системы. Она ориентирована на применение энергосберегающих технологий освещения автодорог и будет завершена в 2024 году. Так, в 2019 году в ходе реконструкции автомобильной дороги по улице Дружбы запланирована установка 20 светодиодных светильников, а также системы управления наружным освещением автодороги с центральным пунктом управления. Внедрение интеллектуальной транспортной системы освещения автомобильных дорог на Рьенмарской городской агломерации реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». В Ненецком округе начался приём заявок на участие в ежегодном турслёте «Дорогами отцов-героев». Мероприятие, которое в этом году приурочено к 90-летию региона, будет проходить с 15 по 16 июня. Заявки на участие в слёте принимаются до 5 июня включительно. Организацией проведения мероприятия займётся региональная общественная организация «Клуб активного отдыха «Белый Лис». Ранее она стала победителем конкурса на предоставление грантов для социально ориентированных НКО, который проводило профильное ведомство. Старт 54-му турслёту дадут возле «Обелиска Победы» 15 июня. К основному месту проведения соревнований участники со всем необходимым снаряжением доберутся пешком. В двухдневной программе соревнований преодоление различных полос препятствий, волейбол, перетягивание каната и конкурсы самодеятельности. 1 июня в Ненецком округе пройдёт благотворительный концерт «Взрослые дети». Все средства, собранные от продажи билетов, будут направлены на оказание помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. На сцену в этот день выйдут взрослые, которые в повседневной жизни далеки от искусства, представители органов власти и общественные деятели Ненецкого округа. Помогать им будут маленькие артисты творческих коллективов этнокультурного центра. Благотворительный концерт «Взрослые дети» пройдёт 1 июня в 17.00 в концертном зале Дворца культуры Арктика. Стоимость билетов от 200 до 500 рублей. Все вырученные средства будут переданы в Российский Красный Крест для помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Напомним, в 2018 году сумма собранных средств от продажи билетов составила 218 тысяч рублей. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север Вконтакте». Далее смотрите прогноз погоды.